Совещание по развитию портовой инфраструктуры не случайно было решено проводить именно в Новороссийске, ведь здешний мордпорт самый большой в России. Сегодня на него приходится шестая часть отечественного грузооборота, проходящего через порты. Ежегодно растет объем перевозок через морские ворота страны. С этого началось совещание президент Владимир Путин. Он отметил, что в прошлом году рост составил почти 4%, а за первые 8 месяцев текущего года увеличился еще почти на 6,5%, превысив 14-12 миллионов тонн. В последние годы нам удалось запустить масштабный процесс обновления и расширения портовой инфраструктуры России. Стартовали проекты по созданию крупных логистических узлов мирового уровня, в том числе и здесь, на юге России, в Краснодарском крае. Отмечу, что объем грузопотоков, проходящих через морские порты России, несмотря на непростую экономическую конъюнктуру на мировых рынках, растет. И растет уверенно. В прошлом году он прибавил почти 4%, а за январь-август текущего года грузооборот российских морских портов увеличился еще на 6,4%. Более третья всего этого объема приходится на порты Азово-Черноморского бассейна, которые в текущем году также развиваются очень динамично. В Краснодарском крае 9 морских портов, и сегодня регион готов использовать свое географическое преимущество и поддерживать любые инвестиционные инициативы по развитию портовой инфраструктуры, отметил на совещании Александр Ткачев. Главное, чтобы это все было во благо кубанцев, ведь в основном порты расположены в жилой части городов, что создает для их жителей массу проблем. Практически все порты, надо сказать, расположены вблизи жилых районов и, естественно, что создает существенные неудобства для проживающих здесь людей. В первую очередь из-за перевалки таких опасных для здоровья груза, как минеральное удобрение, уголь, свинцовая или цинковая руда, а также из-за чрезмерной загруженности городских автодорог. На наш взгляд развивать мощности имеющихся грузовых портов в черте городов – это спорное решение, и тем более, что некоторые из них сегодня работают даже не в полную мощность. На фоне этой неполне благоприятной ситуации нам нужно, в первую очередь, конечно, обеспечить экологическую стабильность и переориентировать опасные грузы, угрожающие здоровье населения и экологии за пределы населенных пунктов, что, в общем-то, решает, как я считаю, создание портовых мощностей на Таманском полуостре и, прежде всего, морского порта Тамань. В перспективе морской порт Тамань станет вторым по объемам перевалки грузов на юге страны. Его мощности позволят разгрузить Новороссийск и Туапсе, которые в буквальном смысле задыхаются от пробок. Сегодня через Краснодарский край проходит серьезная доля российского экспорта. Девять морских портов испытывают дефицит мощности и работают практически на пределе своих возможностей. Поэтому развитие порта Тамань просто необходимо. Идею губернатора развивать именно этот портовый узел поддержал и министр транспорта России Максим Соколов. Основное развитие мы видим за портами Тамань, Новороссийск, Ну и также порты Крымского федерального округа в совокупности с особенно портом Тамань могут создать единую такую портовую агломерацию, которая будет способна обеспечить не только обслуживание грузов, но и занятость населения в этом регионе. На совещании Владимир Путин также отметил, что проекты развития транспортной инфраструктуры должны опираться на реальные прогнозы загрузки портов, учитывать инвестиционные программы частных компаний, а также планы государства по размещению в регионе объектов Минобороны и объединенной судостроительной корпорации. А с учетом возвращения Крыма в состав России, теперь Крым и Кубань должны дополнять друг друга. Елена Касабова, Денис Маскаленко, 9 канал Новороссийск.